МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сирийская армия отбила атаку на аэропорт Хама. Арарат почти полностью покрыт слоем белого снега. Фигурист Артур Даниэльян завоевал медаль на чемпионате России. В Харберте Западной Армении произошло землетрясение. Согласно полученной информации, землетрясение магнитудой в 4,9 также ощущалось в районе Догоганьо, Малатси. Землетрясение вызвало трещины в некоторых домах. Из-за паники в некоторых школах приостановлено занятие. В январе-ноябре 2019 года 41 285 иностранных туристов посетили Арцах. Об этом заявил государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян на итоговой пресс-конференции и добавил, что аналогичный показатель предыдущего года был превзойден в более чем 47%. По его словам, рост в основном обусловлен организацией спортивных и культурных мероприятий, проводимых в этом году в Арцахе. Григорий Мартиросян отметил, что количество объектов гостиничного хозяйства в 2019 году увеличилось на 28%. По данным ООН, за последние две недели более 235 тысяч человек покинули свои дома из-за начавшихся столкновений. В середине декабря сирийские правительства при поддержке российских войск возобновили атаку на Идлиб, последний оставшийся район, находившийся под контролем вооруженной оппозиции. Целью армии Асада является главный город региона после Идлиба Марат Ан-Нума, который связывает Алеппо и столицу Дамаска. Боевики незаконных бандформирований в Сирии попытались атаковать военный аэродром в городе Хама. Нападение беспилотных летательных аппаратов БПЛА террористов отразили зенитные комплексы армии Сирии. Зенитные ракетные комплексы сирийской правительственной армии отразили атаку запущенных террористами БПЛА, попытавшихся приблизиться к военному аэродрому Хама. Цитирую три новости местную радиостанцию ШАМ-ФМ. Участившиеся нападения боевиков связывают с новой антитеррористической операцией сирийской армии, которая ранее началась в провинции Идлиб. По итогам первых часов боевых действий правительственным силам удалось достичь значительных успехов. Например, под их контроль перешел населенный пункт Ум-Джаляль. Самая высокая гора армянского Нагорья, Рарат, почти полностью покрыта слоем прекрасного белого снега. После снегопада 27 декабря неожиданно открылся прекрасный вид. СМИ, которые зафиксировали сцену, описали ее как фату невесты. Артур Даниэлян стал серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию, сообщают российские СМИ. Отмечается, что 16-летний спортсмен показал самый высокий среди участников чемпионата результат в произвольной программе. Даниэлян получил за свой прокат 177,70 баллов. По итогам двух соревновательных дней, по его результату, 253,42 балла. Произвольную программу он прекрасно откатал под музыку Джузеппе Верди «Травята». Западная Армения поздравляет армянского спортсмена и желает ему новых побед. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Нубар». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok